Правящая партия Армении гражданский договор получила деньги из подозрительных источников. Civilnet совместно с ОССИ и CRP, Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, опубликовали расследование о подозрительных пожертвованиях в пользу правящей партии Армении гражданский договор в марте 2022 года. Ранее армянское издание Инфоком опубликовало другое расследование о подозрительном финансировании предвыборной кампании гражданского договора на муниципальных выборах Еревана в 2023 году. Совместное расследование Civilnet и ОССИ и CRP выявило, что многие граждане, пожертвовавшие деньги, либо не знали о сумме, которую они перевели в фонд партии, либо эти пожертвования не были соразмерны с их доходами. Расследования также показывают подозрительные закономерности в пожертвованиях. Например, 87% из 509 миллионов драмов, что примерно равняется 1,3 миллиона долларов, полученных гражданским договором в виде пожертвований в ходе предвыборной кампании 2022 года в органы местного самоуправления, поступило от переводов в диапазоне от 1 миллиона до 2,5 миллионов драмов, что примерно составляет от 2500 до 6200 долларов. Это максимальная сумма денег, которую может пожертвовать одно физическое лицо. Журналисты также обнаружили случаи, когда кандидаты от гражданского договора на местных выборах предположительно делали пожертвования на ту же сумму в один и тот же день по всей стране. Эти пожертвования были сделаны через год после того, как власти провели серию антикоррупционных реформ. Реформы запрещают бизнесу финансировать политические партии, а также ограничивают сумму денежных пожертвований от частных лиц. В интервью Civilnet в ордена Григориан из организации Хельсинской гражданской ассамблеи города Ванадзора предположила, что пожертвования могли быть частью нескольких более крупных пожертвований, разбитых на разрешенные законом суммы на имена кандидатов и других лиц, которые могут быть абсолютно неосведомлены о сделке. Она также предположила, что деньги могли быть получены наличными из незарегистрированных источников. Директор же антикоррупционного центра Transparency International Сона Айвазян говорит, что для того, чтобы собрать необходимые средства политические партии, могут попытаться обойти законы и использовать незаконные механизмы. Обнаруженные факты примечательны и требуют дополнительной обработки, объяснения и действий со стороны соответствующих органов. Макартыч Карапетян, журналист-расследователь Civilnet, считает, что есть обоснованные подозрения, что гражданский договор незаконно осуществил часть финансирования партии в 2022 году. Никол Пашинян пытается интерпретировать это как случай, когда люди не хотели делать пожертвования от своего имени. Возникает вопрос, почему члены партии, кандидаты в Советы старейшин, должны были избегать пожертвований на свое имя? Остальными вопросами должны заниматься правоохранительные органы, в том числе на предмет точности и законности источников пожертвований. Субтитры создавал DimaTorzok